26 февраля в МСЧ номер 135 Десногорска прошла донорская акция. Врачи больницы совместно со специалистами Смоленского центра крови встречали всех желающих совершить добрый поступок. С каждым годом движение доноров в Десногорске увеличивается. Студенты, люди старшего поколения и просто все неравнодушные активно пополняют банк донорской крови Смоленской области. Одна из главных мотивирующих причин – бескорыстная помощь другим, а для кого-то примером служат близкие и родственники. У меня сын, ему 22 года, он сдает тоже кровь. Правда, предоучился, вот сейчас он в армии, я вместо него. Еще можно позаботиться и о собственном здоровье. Доказанная польза донорства состоит в том, что организм человека при этом омолаживается и самообновляется. А продолжительность жизни доноров становится в среднем на 5 лет дольше по сравнению с другими людьми. Но есть ряд постоянных и временных противопоказаний, при которых донация запрещена или не рекомендуется. Постоянные, так сказать, метод воды, это которые ВИЧ-инфекция, гепатиты, значит, вот, и еще ряд инфекционных заболеваний, вот. И есть такие временные, допустим, ОРЗы, такие заболевания, которые, значит, доноры должны приходить через месяц после выздоровления. Как и любое благое дело, донация сопровождается волнением и некоторыми переживаниями. Волнительно, но надеюсь, что все пройдет хорошо. Она не первый раз, она уже все знает, конечно, все будет. Десногорск – один из важных и стабильных поставщиков крови Смоленской области. Жители города регулярно вносят свой вклад в здоровье региона. Десногорск у нас является таким, скажем, кадровым центром, где доноры сдают кровь регулярно. Это очень важно. Десногорский день донора помог собрать около 40 литров крови. Для этого потребовалось участие 80 неравнодушных жителей города. В том числе благодаря им потребность региона в необходимом для жизни материале полностью обеспечена. Олег Соловьев, Александр Ерофеев, Светлана Разганова, Дисна ТВ.